Нищенское, трущовское состояние, в котором ввергла наша власть на протяжении долгих десятилетий бездействия ее. К этому состоянию общество привыкло и считает это приемлемым. Оно будет ухудшаться. Сегодня сейчас верное отключение. Это, я думаю, еще не дно. Дно еще впереди. И наша власть с низким уровнем профессионализма, таким потребительским отношением к государственным ресурсам, недальновидное, неспособное мыслить далеко, у него горизонт времени очень короткий. Они не способны решать проблемы, они не собираются их решать и не будут их решать. Это то, что мы сегодня живем в такой ситуации с верными отключениями, такой инерционный сценарий развития проблемы, когда ты его не решаешь. Они даже в какой-то степени его подталкивают, его углубление самой проблемы. У нас эта проблема, когда власть сейчас последняя пришла, проблема возникла, она стала явственной. Была какая-то возможность ее разрешить. У нас возникла проблема с майнингом, нам нужна была программа развития отрасли. Очень много надо было сделать. Усилить финансовую дисциплину нужно было. Они этого не сделали ничего. Они пошли самым легким путем. Самый легкий путь это просто приняли административное решение о повышении тарифов. Майнинг они не тронули. Фактически никакого решения проблемы с майнингом у нас в стране. Есть какие-то эпизоды, но они абсолютно не влияют на развитие ситуации. Программа развития отрасли, ее нет. Никакого финансирования за счет внутренних источников. Вообще это проблема национальной безопасности, проблема энергетической безопасности. Основная часть национальной безопасности. Необходимо было на государственном уровне разработать целевую программу поддержки всей отрасли. Наметить какие-то задачи, какие-то этапы ее реализации. Подключить все структуры, не только субъекты системы безопасности государства, не только силовые ведомства, но и все государственные структуры, общественность подключить. потому что энергоотрасль – это жизнь государства в современном мире. Вот вы посмотрите, что происходит сегодня в Европе, насколько важна энергетическая безопасность государства. Ничего этого не было сделано, потому что все это требует усилий со стороны власти, все это требует воли со стороны руководства страны и каких-то определенных ресурсов, требует самодисциплины прежде всего. Потому что если вы хотите, чтобы у вас была высокая финансовая дисциплина среди населения, вы должны усилить дисциплину у себя, потому что вы пример того, как должны поступать люди. Людям глубоко безразлично вообще, что происходит у них в стране, это уже просто какая-то апатия масштабная. Но проблема в том, что от того, что вы повысили тарифы, это не значит, что у вас улучшится финансовая дисциплина. Те люди, которые вам платили за электроэнергию до этого, они просто перестанут платить, потому что это, во-первых, это очень сильный удар по бюджету домохозяйства, потому что это социально значимые траты. И тем более в условиях кризиса очень сложно оплатить огромные суммы денег за электроэнергию. К тому же еще и некачественные, и то, которое подается время от времени. Вы тем самым не решите эту проблему, вы просто ее усугубили. Вот сейчас, чтобы решить эту проблему, эти тарифы опять нужно будет пересмотреть в сторону занижения. Сейчас самая главная задача вообще в части взыскания средств у должников, это заставить большую часть населения платить. Чтобы заставить человека платить, нужно своим примером показать, как нужно относиться к ресурсам государства. Нужно у себя улучшить финансовую дисциплину, сократить расходы на содержание госаппарата, быть более экономными. Вот именно таким путем люди действуют, исходя из примеров, которые им подает элита. А наша элита подает только неблагопристойные примеры. У нас постоянные скандалы, что там что-то украли, здесь что-то украли. Конечно, это люди видят. И люди поступают с точки зрения психологии, они поступают правильно, они видят, что там наверху у них вот такой бардак. И почему они должны платить? Конечно, не будут. Нет, они не будут платить. У нас ситуация еще более сугубится. Именно потому, что у нас нет никогда виноватых, поэтому у нас вот такая безответственная внутренняя политика со стороны власти, безответственная внешняя политика, безответственные чиновники. У нас никогда нет виноватых. Если были бы виноваты, люди более серьезно относились к принимаемым решениям, к тем действиям, которые они реализовывают. Любая проблема, если вы ее не решаете, она будет усугубляться все дальше и дальше. Люди постепенно привыкают к одной ситуации, потом проблема ухудшается, потом им приходится опять привыкать. Это неизбежно, но в какой-то момент терпение населения тоже иссякает. Чем это может закончиться? Как правило, в мировой истории ни у одного государства ничем хорошим не заканчивалось. Думаю, ни к чему хорошему мы не придем, если так будем сидеть и ничего не делать.